Уровень 113 — это 114-й позитивный уровень, обнаруженный изгоями, исследовавшими глубины уровня 23. Описание. Уровень 113 — полностью автоматизированная электростанция, похоже, рядом с дельтой реки. Уровень 113 заметно изношен, на стенах и потолке растет мох на стенах, полу и потолке появляются трещины, некоторые светодиодные светильники мерцают или сломаны, а также некоторые окна отсутствуют, как если бы строение было заброшено годами. Уровень 113 состоит из двух отдельных секций, помеченных и упоминаемых автоматами на уровне 113 как ветви ЕБИ. Ветвь, а безусловно, самая активная ветвь уровня 113. Здесь находится силовой трансформатор, ремонтный цех и электрогенератор. Ветвьей, в основном, населена разновидностями автоматов, состоящих некой воподобии камер видеонаблюдения и шарнирных механических рук с когтями. Смотрите известные виды автоматов для большей информации. Ветвь Би является наиболее изношенным ответвлением уровня 113. Ветвь Би имеет подключение к линиям электропередач за пределами уровня 113, резервный источник питания, служебное помещение, складские помещения и мусорожигательную печь. Ветвь Би, в основном, населена несколькими сотнями видов автоматов, находящихся в аварийном состоянии. Предполагается, что эти сломанные автоматы были сожжены. Ветвь Си, предположительно, третья секция уровня 113, так как было отмечено, что несколько автоматов входят туда, однако вход живых организмов в ветвь Си невозможен, так как сразу переходит на уровень 23, поэтому описать ветвь не удалось. Уровень 113 является домом для нескольких видов автоматов, каждый из которых имеет разную анатомию, поведение и размер. Описание известных автоматов, найденных на уровне 113, можно увидеть ниже. Похоже, что автоматам на уровне 113 известно за кулисье и имя уровня 113, в частности. Каждый автомат помечен как АТМТ-113, причина этого неизвестна. Известные виды автоматов. АТМТ-113,1, бог из машины. АТМТ-113,1, это уровень 113 в целом. АТМТ-113.1 управляет всеми командами, отдаваемым всем автоматам уровня 113. В отличие от других автоматов АТМТ-113.1 не имеет надлежащего обозначения самим собой. Однако, из-за отсутствия надлежащего обозначения АТМТ-113.1 предполагается, что уровень 113 является АТМТ-113,1. АТМТ-113,4 коготь. АТМТ-113,4, это наиболее распространенный автомат на уровне 113. АТМТ-113.4 имеет общий вид белой механической руки длиной примерно 4 метра из 70-сантиметрового элемента в цепи, представляющих из себя трехточечные когти с выпирающими крюками. АТМТ-113.4 обычно послушен, и атакуют только тогда, когда его спровоцируют или если попытаться его украсть или испортить. АТМТ-113.4 зафиксированы на месте и не способны к любому движению. АТМТ-113,8, разведчик. АТМТ-113,8, это второй наиболее распространенный автомат на уровне 113. АТМТ-113. АТМТ-113.8 имеет вид черный, как смоль, камеры видеонаблюдения с предупреждающей сиреной, прикрепленной к ее нижней поверхности. Если что-то пытается нарушить границы уровня 113, АТМТ-113.8 запускает сирену и активирует несколько экземпляров АТМТ-113,9, АТМТ-113.8 не способны к передвижению. АТМТ-113,9, турель. АТМТ-113,9, наиболее опасные автоматы на уровне 113, АТМТ-113.9 имеет следующий вид, стройный белый корпус, поддерживаемый четырьмя механическими ногами различных форм на шарнирах. Турель имеет дальнобойное орудие длиной менее двух метров. АТМТ-113, когда экземпляры АТМТ-113.8 помечают объект, как угрозу, около десяти экземпляров АТМТ-113.9 атакуют и убивают объект. АТМТ-113,9 имеют впечатляющую точность и показали отличные результаты во время теста, выполненного БИК, когда 49 из 50 выстрелов точно попали в цель, смотрите примечание L-113. АТМТ-113.9 считается способным к передвижению, однако это не было доказано. АТМТ-113,12 — нейтрализованный. АТМТ-113,12 — это не функциональные автоматы на уровне 113. АТМТ-113.12 обычно не способны двигаться или нападать. Другие автоматы еще не задокументированы. Обнаружение. Предположительно, продовольствие изгоев истощилось, и таким образом пять членов группы отважились покинуть лагерь, в то время как остальные 12 охраняли лагерь во время поисков. На третий день поисков один из членов поисковой группы обнаружил дверь с надписью «Ветвь Би», однако та была проигнорирована. Но любопытство одержало верх, и дверь была открыта. Так был обнаружен уровень 113. Базы, аванпосты и поселения. Нет известных баз, аванпостов и поселений. Входы и выходы. Входы. Уровень 3. Войдите в дверь, обозначенную как вышла из строя. Уровень 9, уровень 80. Следуйте за серией проводов ЛЭП в течение тильда 40 минут. Уровень 23. Войдите в дверь, обозначенную как ветвь Би. Выходы. Уровень 2. Войдите в дверь, обозначенную как служебное помещение. Войдите на ветвь с уровня 113. Уровень 11. Используйте уровневый ключ, найденный на уровне 113, на выходной двери уровня 113. Уровень 0. Дополнение. Примечание Л113,1, учебная стрельба. Экземпляр АТМТ 113,9 активируется АТМТ 113,8 при помощи дрона с привязанной к нему целью. Экземпляр АТМТ 113,9 попал 49 из 50 раз в цель. Этот тест был предпринят с пяти другими экземплярами и дал точно такие же результаты.